всем привет друзья как вас дела у нас просто замечательно мы наконец-то дома в гостях хорошо на отдыхе хорошо но дома в разы круче мы сейчас едем за закупом купить продукты дома потому что ничего нет кроме овощей которых мы купили по дороге и мы сержем едем оба в кепке но серж просто в кепке потому что он привык он говорит а чё уже все в шортах я не смогу ходить как бы сегодня 22 градуса но кстати вон чувак один шортах ты бы мог ходить вот я надела кепку потому что просто не хотела сегодня мыть голову греть эту воду туда-сюда у нас воды горячей нет 10 дней и не будет как видите надела старые очки свои и кепка как-то странно на мне смотрится вообще по-дебильному поэтому я кепки собственно и не ношу и вообще сегодня оделась знаете как вот что из шкафа выпало той найти мне вообще не было желание что-то там выбирать настолько мы сержем сегодня отдыхали спали лежали своей кровати да никуда вообще не выходили если бы не еда согласен я кстати еще ходила на почту получила посылку вот такую штуку дома вам покажу пика заказывала и она пришла сюда ко мне спрашивает это заказан грида но я заказываю еще зимой сумку для пикника просто она просто всегда такой сумку хотел играть мечтала вот и заказала наконец-то мы приехали в наш любимый глобус в нормальный магазин мы приехали где всегда все есть и чисто антисептик маску маску сейчас я да теперь она всегда с собой маски чтобы даже купить маску нужно маска маски но я и принципе до этого носила маски просто вроде как не везде обязательно было носить маски да сейчас мы зайдем в оптику и узнаем здесь они могут сделать меня очки или же нет вроде бы можно поменять просто носа упору есть больше по размеру а таких маленьких аккуратных нет я не хочу слишком огромные ну да может по-другому сидеть а у вас будут такие на заказ может быть вообще-то не редкость они бывают нужно звонить и приходить узнавать если они у вас серж хочет себе солнцезащитные очки потому что который он купил в турции они у него поцарапались а который я ему дарила как раз покупала в этой оптики короче прикиньте да 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 мы прилетели в турцию сразу же в первый же день мы пошли на море серж такой от радости зашел очках море и все первой же волной вот прям первой волной все слетел ну присмотри здесь какие-нибудь еще купим тебе подойдут большие да что-то тип нет нет мне кажется тебе вот такие вот такие пойдут вот такие понял серж хотя вот таких но хорошие солнцезащитные очки они и стоят хороших денег слушая вот эти это что за очки то есть они просто они солнцезащитные не райбена вот эти смотрю значит очки эти я не знаю какая-то николе бучи не знаю я такую в общем короче видите оправа аля малышева я не люблю такую оправу как у малышевой вообще вот здесь вот есть от вог века себе такие брала но под ее теплица подходит уже готово все ага сейчас скажите пожалуйста в некоторых подарок вот так вот смотрятся нормально но мне нужно мимикой просто поработать нормально кстати от них может быть меньше следов да вы сказали потому что больше ну смотрится нормально ну да все хорошо оплачивай слушайте так оказывается было просто поменять их а я прямо стерила я теперь у них будут ходить сейчас посмотрю еще какие-нибудь себе другую оправу вот такую вот может быть но форма видите не так потому что я много оптик обошла им вы меня часто спрашиваете где свои очки покупала вот эти то что таких я не могла найти нигде пипи джонс пипи джонс они а они еще и очки делают а вот эти нормально смотрятся я таки решила примерить очки вот эти они не сели ну сама форма мне не подходит серж кстати выбрал себе очки солнцезащитные еще одни те выбросить наверно там царапинки сели какие-то корейские нашел корейскую фирму мы здесь брали ему тоже те по моему были корейские а потому что да другие мы примеряли ему не садятся на нос а эти ему отлично прям сели его ли ну конечно еще бы корейские очки не сели бы на корейское лицо да было бы странно вот сейчас еще вот эти померя вот вроде форма похожа но видите они мелкие то есть сам диаметр линзы очень маленький и оправа а я не люблю видеть оправу когда смотрю в бок наверх вниз вот такие серж очки выбрал по типу которые у него уже сейчас есть но тебе нравится по бокам классные очки чё красиво смотрятся да не навязчивые для вождения самая то на это чек по по-коду гарантии кстати узнали насчет машины и розыгрыша и девушка сказала короче если бы вам звонили то тогда бы вы выиграли если вам не звонили то скорее всего вы не выиграли но вам могли звонить и вы не взяли трубку тогда это беда то есть вы просто как бы пропустили свой шанс давай отсюда зайдем ну пойдем не ну можем было бы с этого хода зайти но сержа вот оттуда нравится ну ладно короче мы не выиграли ни машину не телефоны не айпады ничего а уже все 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 надо было не на море ехать а сидеть смотреть трансляцию как же мы давно не делали закуп до серж средства и я не хочу риет я лосось хочу и он мне тогда надоел и я думала больше не будем покупать красную рыбу и мы последний раз по моему ее не взяли а сейчас я ее не ела неделю 10 дней и захотела это сазан если хочешь возьми сазан такой это чешуйчатый нужно очень свежую рыбу купить и сделать хи вот он лососик мы кстати овощи купили овощи у нас есть поэтому возьмем только огурцы а вот они стали брать нам нравится огурцы лоховицкий сверших там набирает и то возьмем мы такие сладкие ели на море нектарины поэтому я решила и здесь тоже взять но здесь я не уверена что они сладкие но все равно взяла рока вот еще лет и и не ела она еще такая свеженькая желтый арбуз у нас даже продают хочется взять его чисто ради прикола попробовать интересно вкусно или нет просто королине сейчас нельзя всякое такое она никогда не ела поэтому я не знаю как отреагирует я желудок на это так ну все теперь в отдел бытовой химии в принципе что еще бешеный закуп у нас сегодня без овощей там все для школы продают а мы и вуз не дуем а серж да я так решила ничего не буду покупать заранее господи здесь как будто что-то важное такое тем более уверена что скорее всего учебы не будет будет дистанционка смысл все покупать за один день ничего нужно будет то и докупим согласны со мной напишите в комментариях вот это свистопляска за целый там месяц покупать это и вот прошлом году я покупал то что я сама игралась плане что я хотела выбрать красивую канцелярию для каролины там много всего интересного мы в корее с ней затарились а сейчас чё блин все это уже второй класс это уже рутина второй класс это не первый класс а чё это такое я сейчас пойду и найду семена перца и буду и все-таки выращивать на подоконнике как мне посоветовали подписчики и у меня прямо появился идея фикс что-то вырастить и это что-то конечно же это будет острый перец а не что-то другое и вот мы пришли в садовый отдел я пока еще не знаю я читала много че читала насчет того как выращивать перец да но для начала нужно очень понять прорастут у меня семечки или нет поэтому я возьму сейчас семена их проращу а потом когда нужно будет купим горшок и землю это не проблема я думаю мы узнали семян перца нет вот только то что здесь шитаки можем выращивать как тебе такой вариант грибочки да потом другом магазине придется на каком-то я не знаю дети семена еще продаются кроме как в таком месте смотри какие классные кустики это шо такое вообще интересно искусственные что ли выглядит как искусственные такие луговые как будто ну да согласна с тобой ну да все всегда плачусь и телефоном а мне вообще неудобно я не могу телефону хоть убейте курьер приехал сейчас мама его встретит слушай нормально нормальные очки твои крутые очки не зря купили да ой а я свои солнцезащитные дома я ничего не вижу ничего не видишь да и глаза открыть не могу даже нет нормально ой блин точно я решил без очков посмотреть да здесь капец капец капецкий давайте я вам покажу что мы купили а значит филейку яиц 30 штук так это нужно потом показать вам что здесь у нас арбуз я решила взять арбуз потому что я так ими не наелась ну ладно мы взяли маленький арбуз чтобы поместился он в холодильник так это водичка которую мы еще брали в дорогу она у нас осталась и каролине как раз нужна была водичка для прогулок поэтому убираем я думаю ей хватит водички и вот еще здесь у нас творог ну я не знала что брать потому что я не знала что мы будем готовить ну и взяла просто базовый набор продуктов творог одну пачку 9% рукколу взяла упаковку бананы каролине пусть ест давно она их не ела растительное масло с добавлением оливкового нектарины взяла здесь 6 штучек возьми надеюсь что будут вкусные морковка мытая сразу возможно мама какой-то салат будет делать лимон и она попросила взяли 4 штуки потому что на развес которые лимоны были плохие мы взяли фасованные томатную пасту большую банку огурцы вот такие огурцы мы любим они очень хрустящие очень вкусные желтый полосатик вот такой сейчас посмотрю сколько здесь калорий это основу буду считать калорий филе бедра куриное как обычно две пачки я взяла и цельнозерновая мука там была акция я решила взять две и мука высший сорт мама видимо собирается снова печь хлеб да зачем тебе столько муки здесь я взяла чипсы на всякий случай увидела острые давно острые не видела и я решила взять пусть лежат я конечно их сразу не съем и каролине их не дам но пусть полежат взяла пачку авокадо как всегда беру хас потому что он всегда спелый иногда даже переспел мы сколько брызгами дня три мы брызгаем побрызгай сегодня еще до семи дней отлично хлеб взяла дарницкий две упаковки он вкусный до тех пор пока ты не начнешь печь хлеб я его взяла слива синяя прошлый раз каролине слива понравилось думаю надо взять еще яблоки это по-моему golden delicious яблочки были хорошие тоже взяла и груши взяла красные мама груши хотела купила лук зеленый в качестве зелени просто вот так вот есть буду это добавлять на самом деле я его просто мытым ем и все молоко одна пачка молоко две пачки королина по молочку соскучилась сегодня говорит молоко думаешь я говорю нету форель чили кусок слабосоленый вот такой вот кусочек сейчас серж будет разделывать и нарезать только он умеет разделать рыбу красиво сливочное масло давно не ели сливочное масло ну хлеб со сливочным маслом я имею ввиду мука льняная вот такая это мама ее ест соль смотри мы взяли вот такую подольская соль наша соль короче да просто сергей говорит что ты по пачкам ориентируешься ну в принципе по столом ложкам поэтому там два с половиной килограмма в упаковке краснодарский рис две пачки взяли краснодарского риса из краснодара приехали и здесь купили и одну пачку соли взяли экстра юидированную ну то есть для приготовления да 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 хорошо это для часов батарейки взяли все сейчас пойдет сразу установить синергетик для окон и зеркал я синергетик беру и для посуды вот у нас синергетик там стоит ну нормально мне нравится что он сильно не воняет химией шампунь вылился ты прикинь ну относительно вроде не сильно вот такой шампунь короли не взял ну стоя вот это сорвалась понял пробка да упаковка плохая ну вот шампунь короче короли не взяла какой-то детский без слез хотела посмотреть на нее это сейчас будет работать или нет гель для подмывания младенцев тоже такую же бутылочку взяла первый раз в штуку будем использовать и еще один шампунь я взяла Каролине у нее сейчас волосы длинные поэтому шампунь быстро уходит и плюс сейчас лето чаще голову моем поэтому 4 мыла хозяйственного взяла и 3 мыла крем мыла детского детским все пользуются и серж у него кожа реагирует на другое мыло кроме детского и я и мама короче и я еще Каролине взяла 2 клея сухого карандаша она ими всегда пользуется даже когда не учится что-то клеит мастерит пусть будет собственно вот такой закуп у нас а вот та самая посылочка смотрите в чехле это сумка для пикника я у Вики спросила когда ты заказывал зачем ты заказывала я говорю как будто вы без нас там так часто на пикник уйти она говорит я хотела такую сумку видите она какая удобная это типа сумка я не поняла холодильник или что сейчас посмотрим ну сама по себе форма сумки удобная для еды вот видите ну прикольно оставлю либо если она захочет я ей отвезу когда границы откроют я в Корею полечу либо же сами будем ходить на пикник здесь сейчас запакую все короче Серж сейчас хотел наточить нож все я поточил все поточил нож для того чтобы а я уже его с собой брала клей сейчас хочу взять и порезался блин сейчас я ему буду заклеивать эту рану а прошлый раз когда я тебе заклеила все нормально было нормально но у меня почему то здесь болит внутри ну потому что глубокий у тебя порез чуть ли не до косточки это че ерунда да какая ерунда вы посмотрите какой глубокий порез хлоргексидин блин вытек все лекарства блин промокли упаковки все промокли что за фигня блин зря взяла этот черту хлоргексидин а этот хлоргексидин которым порезался тоже Серж точнее пока мы его открывали порезались оказывается эта бутылочка предназначена для того чтобы использовать в больницах для чего такое продают обычным людям я не понимаю ох рыбка то какая вот мне не очень нравится кстати вот когда вот столько много белого жира вот этого да почему вот так делается еще а да его можно убрать ну вот вид аааа какой ты профи удобно пользоваться пинцетом моим ну так себе надо взять все таки это профессионал нормально ооо ножик какой мастер не зря значит порезался не зря аккуратнему вот здесь мне кажется вот ну еще походу это утром чай с лимоном пью а вечером ну-ка дай-ка я просто его съем я утром пью пока вы спите ну зачем так могла просто пополам сейчас порежешься нет ну чтобы не нормальный лимон кстати все что сделала да где же говорил там ааааа ненормальный нет там были но они были не очень мастер-класс от су-шефа Сергей александрович разрезаем рыбу пополам и это я так делаю ну ты профи поэтому мы можем пойти и по твоим стопам по моему стопам а ты так не считаешь ну можно я делаю мама уже помыла фрукты 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 мы с ним дарим попробуем что расскажу так какой попробовать мягкий ну нет вкусный ну средний мммм да тоже хороший тоже вкусный азербайджанский что ли или туркмения не помню уже но тоже вкусный сочный не слишком мягкий просто мы на море ели они были мягкие мягкие почти что испорченные у нас рыба мутан кости там где они не должны быть это не лосось это человек не обычные кости или это короткие да нет они лишь вьются а а может это не кости если они еще и вьются ты мне лучше не говори это я блин наслышанных о белых червях в рыбе кожу надрезаете и просто рвете как живодер ну видишь не всегда это хорошо выходит да обычно серж ножом убирает а это он решил показать вам нелегкий путь на почту пойдете а что у тебя выигрыш есть да вот последний миллион я сегодня была на почте ну знаешь еще надо быть почти миллиона до миллиона недалеко еще подумала надо купить еще билеты ты же сказала я не пойду не пойду я сказал пойдем наоборот ааа я начни не пойду а я попробую что то солененькое не слабо соленое не я не хочу я такой большой мне вот этот кусочек дать ага ахахаха потом просто режете чук 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 и все у нас получается вот такой очень красивый кусочек филе и мы начинаем его резать как хлебушек да но если конечно на суши то такая нарезка не подойдет на роллы тем более нарезка не подойдет на роллы мы отмеряем 4 пальца ну короче это нужно полу замороженный лосось а так как мы на бутерброды то мы режем просто как хлеб и вот в этом весь секрет согласен секрет чего твоей нарезки а что секрет что-либо ну мастер класс не то чтобы секрет кстати я съела мектарин вкусный был кепку я сняла буду сейчас уже заканчивать этот влог так что обязательно ставьте пальчик вверх если вы соскучились по нашим закупам бешеным смотрите предыдущие влоги если вы их пропустили подписывайтесь на канал увидимся с вами уже завтра всем удачи и всем пока-пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok